Сегодня мы будем обучать из первого послания Петра, первой главы, с первой по девятый стих. Наша тема на сегодня – живая надежда. Это не просто надежда, но живая надежда. Я не в безвыходной ситуации, я в беспроигрышной ситуации. Это важно понимать, и этому важно обучаться. Я хочу вам задать вопрос. Что вы здесь делаете сегодня? Зачем вы сюда пришли? Поклоняться, обучаться с этой стороны? Повернитесь к вашему соседу и спросите его, для чего вы пришли сегодня в церковь? Для чего вы пришли? Мой ответ таков. Моя жизнь протекает на первом этаже дома. Но я пришел сюда для того, чтобы моя жизнь была утверждена во всем доме. Чтобы я был укоренен и утвержден в моей вере. И чтобы у меня была живая надежда, которая никогда не разочарует меня. Существует много вещей, которые я надеюсь получить. Но этого может не произойти. Мы вообще не знаем, что произойдет завтра. Останусь ли я в живых? Надеюсь, что да. Надеюсь, что я сдам выпускные экзамены средней школы. Надеюсь, что у меня когда-нибудь появится девушка. Надеюсь, я когда-нибудь женюсь. Надеюсь, что у меня когда-нибудь будет ребенок. Хорошая работа. Свой дом, свой бизнес и так далее. Часто в нашем служении мы обращаемся к картине двухэтажного дома. На первом этаже этого дома происходит естественная жизнь человека. Естественный человек живет обычной жизнью. Пастор Фрэнк и Кэби, так здорово вас видеть. Вы надолго здесь? До среды. Очень рад, что вы с нами. Первая Петра, первая глава. С первого по девятый стихи написаны нам для того, чтобы мы были ориентированы на живую надежду. Живая надежда. Есть надежда первого этажа. Некоторые вещи, которые мы надеемся получить, могут произойти в нашей жизни. В моей жизни часто происходили те вещи, которых я желал. Давайте посмотрим на книгу Иова. Иов – это человек Божий. Бог говорит о нем так. У Иовова большая семья, десять человек. Он озабочен членами его семьи и своим владением. Иова, первая глава, четвертый стих. Сыновья его сходили, сделая пиры, каждый в своем доме в свой день. И посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносился сожжение по числу всех их. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. Так делал Иов во все дни, постоянно. Он пытался покрывать все плохое, что могло произойти в жизни его сыновей и дочерей. Что же произошло? Они все умерли. Все, чего он надеялся, не случилось. Он надеялся на Божье благословение, но я хочу сказать, что его надежда не была плохой. И это очень интересно. Существует очень много надежд, которые коренятся в эгоистичности человека. Надеюсь выиграть лотерею. Надеюсь, что у меня будет много денег, и я решу все свои проблемы. Согласны? Ведь это хорошо звучит, не так ли? Выиграли лотерею. Несбыточная надежда. Я не потрачу ни доллара на это. Это глупая надежда. Другие люди читают гороскоп, ищут того, за что они могли бы зацепиться. Люди делают большую ошибку, когда идут к предсказателям, чтобы узнать их будущее. Они могут возвратиться домой с демоном от них. Я ни в коем случае не рекомендую идти к предсказателям будущего, идти на какой-либо сеанс экстрасенса. Все это дела тьмы. Почему это происходит? Потому что люди ищут надежду на будущее, чтобы получить что-то. Я спросил вас в начале собрания, зачем вы пришли сегодня сюда? И мой ответ такой. Я хочу, чтобы вы обитали во всем доме, и чтобы вы были укоренены, утверждены в том, чего вы не видите, и что очень даже реально. Мы прочтем об этом, в этом тексте из 1 Петра, 1 глава. И так здорово читать Библию и изучать Библию летом в Балтиморе, когда температура здесь под 40. Вот так мы проводим наше лето. Итак, 1 глава, 1 стих. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам рассеянным в Понтие, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии избранным. Это верующие люди, которые живут в разных странах Римской империи. Но на самом деле эти люди небесные граждане. Мы пришельцы в этом мире. Аллилуйя! Мы странники и пришельцы в этом мире. Мы живем на первом этаже дома, но наше место жительства на небесах. И здесь сказано, эти верующие рассеянные по Римской империи и живут в Понтие, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным. Возможно, многие из них верующие иудеи, избранные Божие. Второй стих. Они избранные по предвидению Бога Отца. Здесь говорится о тайне. Конечно, Бог знает все. И Он избрал нас. Это такая замечательная новость, что мы избранные Божьи. Вы можете объяснить это как вам угодно, но мне нравится просто наслаждаться этим фактом. Это похоже на то, как формируются две команды. играть, например, в футбол. Два лидера стоят и выбирают себе игроков в команду. Они выбирают одного за другим, а я все стою и стою. Никто не выбирает меня. В самом конце я остаюсь один, они смотрят на меня, и один лидер говорит, ну ладно, возьмите его. Другой отвечает, нет уж, выберите его. Нет, он ваш. Нет, пусть он играет в вашей команде. В этом контексте мне нравится думать о том, что я избран Богом. Во мне есть ценность. Так же и у вас. Бог на Совете три единства сделал это. Второй стих. По предвидению Бога Отца при освящении от Духа. Это значит, что Святой Дух вошел в ваше сердце, отделил вас и осветил вас Богу для Его цели. к послушанию. Второй стих. Вы стали послушны Богу из-за того, что в нас появилась новая природа. Когда вы были рождены свыше, вы стали желать Бога и быть послушными Богу. Я говорю, я люблю Бога. Авва Отче. Галатам 4,6. Мы стали послушными Богу. Второй стих. И окроплению кровью Иисуса Христа. Итак, мы избраны Отцом, освящены Духом и окроплены кровью Иисуса Христа. В книге Левит священник окроплял кровью животного людей Божьих. Они были освящены и поклонялись Богу. Я стал поклоняющимся вместо того, чтобы судить. Это была одна из проповедей нашей Венгрии. Второй стих. Благодать вам и мир да умножится. Третий. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости возродивший нас. Возродивший нас. Родивший нас снова. Слово «Ана» еще раз. Снова. На греческом. Мы были возрождены. В нас поселился Дух Святой. Природа Христа в нас. Это реальность, которая произошла с нами. В чем же смысл нашей проповеди? У нас есть надежда в этом мире. У Иова была хорошая надежда. Он думал, что если они похулили Бога, они будут прощены из-за того, что Он приносит за них жертвы. Они будут благословлены и проживут долгую жизнь, но так не произошло. Иов ранен этими обстоятельствами и очень обеспокоен тем, что его надежды не сбылись. Некоторые верующие потерпели кораблекрушение в их вере из-за того, что они были увидены в сторону неверной надеждой. Женщина хочет купить новую машину. Ей нравится этот новый автомобиль. Она говорит, я пойду к дилеру по автомобилям. Я знаю, какой автомобиль мне нужен. Бог, дай мне этот автомобиль. Она обходит машину, садится в нее, говорит с менеджером, он решает. И они решают. Она говорит, что я беру эту машину. Она молится Богу, чтобы он исполнил ее желание. Она возлагает на нее руки, славит Бога, говорит дилеру, что покупает машину, они идут и оформляют документы. Через год у нее возникают финансовые проблемы, и она продает машину. Что произошло? У нее была надежда. Она надеялась получить автомобиль, но результат оказался другим. Она разочарована, она теряет свою веру. Я молилась, я верила, но все разрушилось. Почему? Для чего вы сегодня пришли сюда? Для того, чтобы быть укорененными и утвержденными в живой надежде. Эта надежда верная, она гарантирована Богом. Когда мы читаем эти стихи, Бог обучает нас, чтобы мы были укоренены, утверждены в нем, и не были разочарованы. Да, мы можем получить рану и разочароваться в жизни, но мы должны смотреть на это из определенного контекста. Я хочу купить автомобиль, но, Господи, может быть, это не мудро. Может быть, я хочу купить машину для себя, но это не будет Твоей волей. Я хочу пересмотреть свои мысли и размыслить с Тобой о моей жизни. Как насчет Иова? Все его дети мертвы. Иов опустошен. Все, чего я надеялся, все, чего я ожидал, не могу поверить, как все это произошло со мной. Позднее Бог открывает Иову, что очень много было в жизни Иова того, что было о нем и только о нем. Мне нужно познавать Бога. Я хочу знать Бога. Господи, может быть, я ошибаюсь, что определенные вещи гарантированы мне, но я вижу, это все обо мне и о моих желаниях. Один из моих друзей хотел жениться, а он искал совершенную женщину. Я сказал ему, такой женщины не существует. Какую ты хочешь жену? Он объяснил, какую. Она должна быть мисс Америка, у нее должно быть много денег, чтобы мне не работать. Знаешь, по-моему, твоя надежда уводит тебя в сторону. Может быть, в твоей надежде есть много о тебе, чем о Боге. Я не знаю. Мы должны пересмотреть наши отношения и обратиться к наиболее важным вещам, к живой надежде, к гарантированным вещам, гарантированным нам от Бога. И мы читаем о них в этом отрывке Писания. Третий стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию, или лучше сказать, к надежде живой». Это значит, что в этой надежде есть уверенность. Это грядет. Я хочу вам прочитать одну ссылку о комете Галлея. Существует комета Галлея. Ее ядро несколько километров, и оно состоит изо льда. Когда она движется со скоростью, у нее создается шлейф из газа и огня. Она путешествует 5 миллиардов километров от Земли и возвращается через 75 лет. Мы видим ее, вот она уходит. И через 75 лет она снова возвращается. у Исаака Ньютона, математика и астронома, был друг, имя которого Эдмон Галлей. Он понял, как живет эта комета. Он увидел ее в 1682 году. Он был тоже математиком и астрономом. После того, как он увидел комету в 1682 году, он предсказал ее возвращение в 1758 году. Он умер за 17 лет до ее появления. Возвращение кометы было сенсацией и дало Галилею вечную память. Ученые назвали эту комету именем человека, который не только открыл ее, но и был тем, кто понял ее. Я думал об этом человеке. Он понял, как живет комета. Я не знаю, как он это сделал, как он вычислил все, но он оказался прав. Я думаю, что это хорошая иллюстрация для нас. Мы приняли то, что истина, хотя еще не видели это. Но это грядет. Христос грядет на землю. Я не могу быть абсолютно уверенным в том, что желает моя плоть, но я знаю, что у меня есть живая надежда и она верная надежда. И это происходит. Посмотрим на стих 4. Это живая надежда о наследстве. 4 стих к наследству. Чтобы получить наследство, нужно быть родственником тому, кто дает наследство. Мы родственники Богу, мы дети Божьи. у нас есть наследие, но оно не наследие, которое мы можем получить на первом этаже дома. Это не автомобиль, не прекрасная жена, не успешный бизнес или замечательные дети. Это нечто, что я не видел, но что верно. четвертый стих к наследству нетленному. Это значит, что оно не заржавеет, моль не съест его, вор не украдет его. Это наследство нетленное. Также оно чистое. Это наследство не может загрязниться, не может быть запачкано ничем, не святым, сатанинским, демоническим, нечестивым, злом. Его невозможно смешать ни с чем, что имеет меньшее качество. Оно чистое, нетленное и неувидаемое. Оно хранится на небесах для вас. Четвертый стих. У Бога есть наследство для вас. Оно верно. Когда я был молодым человеком и жил на первом этаже моей жизни, я слушал проповеди и не понимал, что они означают и как они соотносятся с моей жизнью. «Я лучше пойду и куплю себе тачку», думал я. Но я продолжал слушать и не понимал ничего. Но я просто продолжал приходить в церковь. Затем слово каким-то образом начало попадать в мое сердце. И я стал поклоняющимся Богу. Дело не было в том, что я получал то, что хотел. Но я становился поклоняющимся Богу и общался с Богом в Его покое, в Его праведности, в Его истине. Это начало возрастать во мне. И это то, что я хотел бы видеть в вашей жизни. Я хочу, чтобы вы возрастали в вере, возрастали в важных и верных вещах. Также есть уводящая надежда, которая исходит из мистического чтения Библии. Люди хотят быть ведомыми Богом. Поэтому они берут Библию, открывают ее в каком-то месте, тыкают пальцем в нее и читают. они надеются, что она поведет их и наставит их. Но это очень незрелое и нестабильное отношение к жизни. Библию нужно читать, но мне нужно обязательно понимать контекст Писания. Если не так, то есть опасность возникновения лженадежды. А как насчет этого? Я буду читать мою Библию каждое утро. Тогда моя жизнь будет благословенна, как я хочу. Я читаю Библию каждое утро и ожидаю, что это произведет магическое действие и моя жизнь станет замечательной. Таким образом я получу то, что надеюсь получить в своей жизни. Нет, не об этом говорит апостол Петр. Кстати, я читаю Библию так же каждое утро, как студент Библии. Иногда это занимает несколько часов. Я хочу, чтобы мы с вами читали нашу Библию и понимали ее глубоко. Это не магическая книга. Иофф думал, я принесу жертву за всех моих детей, потому что может быть, кто-то похулил Бога в своем сердце. За всей этой картиной сатана разговаривает с Богом, и Бог говорит сатане, все они в твоих руках. Он идет и убивает всех. Я тоже был бы поражен тем, что происходит, как Иофф, потому что не получил того, что ожидал. Бог мог бы сказать, да, это так. этот мир не крутится вокруг тебя, Иофф, но это все обо мне, о моей мудрости, о моей природе, о моем плане и о моей работе. Не гневайтесь на Бога, если что-то плохое происходит в вашей жизни. Такое отношение не для нас. Для нас важно обучаться и возрастать, и становиться как Он. Пятый стих. силою Божию через веру соблюдаемых или, иначе говоря, сохраняемых ко спасению. Мы соблюдаемы силой Божией ко спасению. Готовому открыться в последнее время. Это похоже на комету Галлея, которая вернется в определенный момент. Так и Христос грядет. во время Его пришествия будет открыто намного больше то, частью чего мы являемся, что мы наследовали. Шестой стих. Об этом, то есть о реальности вашего наследия. Радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно. Если нужно. Я изучил это слово «если нужно». И его значение таково. Для нас нет необходимости постоянно проходить через испытания. Есть верующие те, в жизни которых намного испытаний, а есть те, в жизни которых много испытаний. В контексте это могло быть гонение со стороны римских властей. Или еще что-нибудь. Шестой стих. От различных искушений. И слово «искушение» на греческом «скорбей». Поскорбев от различных скорбей. Давайте мы прервемся на минуту и спросите вашего соседа, какие могут быть скорби, какие испытания, что это такое? Скорби и испытания, какие они? Иов потерял свою семью. здесь говорится «если нужно». Здесь не сказано, что нам гарантированы постоянные испытания, но они возможны на определенный период времени. Назовем некоторые из них. Финансовые испытания, проблемы с физическим здоровьем, неожиданная смерть, утрата чего-то ценного, разбитое сердце, развод, разделение, сплетни и так далее. такие вещи возможны, но только на время. Также мы не должны забывать о первых словах этого стиха. Радуйтесь о вашем наследстве, несмотря на то, что может наступить период скорби. это очень важно, потому что человеческая надежда может не сбыться. Если она не сбудется, то я остаюсь тем, кто укоренен и утвержден в том, что непоколебимо и гарантировано мне. Для чего я здесь? я хочу быть укрепленным и утвержденным в непоколебимом, потому что в этой жизни нет никаких гарантий. Я только могу услышать, что я гарантированно буду платить налоги и закончу на кладбище. Такова гарантия этого мира. Мы говорим, что есть гарантированные нам вещи, которые намного больше. Это наследие, которое дало нам триединства. Отец избрал нас, Дух Святой осветил нас, Иисус окропил нас своей кровью. Мы были возрождены свыше для получения наследия, и это живая надежда. Эта надежда не подвергается загрязнению. Ее невозможно разрушить, невозможно украсть. Она нетленная и неувидаемая. 7 стих «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемое золото к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Знаете, всегда проверяйте себя, верили вы. Вера имеет вертикальную направленность, надежда горизонтальную. Вера ведет к Богу. Надежда – это ожидание того, что произойдет во времени. Мы ходим по вере. Придет время, когда мы пойдем на небеса. Мы надеемся на это, но любовь пребывает вечно. Скорее всего, когда мы будем на небесах, нам не нужна будет вера, не нужна будет надежда. Нам будет открыто все, когда все будет ясно для меня, у меня не будет никаких сомнений, а когда нет сомнений, не нужна вера. Когда все будет ясно, вам не нужна будет надежда, вы будете жить в абсолютной уверенности и реальности Бога. Восьмой стих, которого не видев, и слово не видев говорит о том, что ни разу не видели Иисуса. Мы ни разу не видели Иисуса, ходящего в физическом теле в Израиле. Мы не видели Его в храме, не видели Его на кресте. Но хотя мы не видели Его, мы любим Его, которого не видев, любите. Восьмой стих, и которого доселе не видя, но веруя в Него радуетесь, радостью неизреченную и полную славы. Откуда приходит эта радость? От благословенной и живой надежды, от уверенности в Писании. Мне нравится думать, что будет день, когда все будет так ясно для нас в отношении всего того, во что мы верили в нашей жизни, в отношении Бога, в отношении нашего наследства, все будет явно и истинно. Мы уверены, что так произойдет. Христос придет, и мы получим полное спасение. Сейчас мы имеем возрождение Духа, спасение Души, но еще не испытали на опыте спасения нашего тела. Римлянам 8,11 говорит, «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим живущим в вас». Да, но наши тела могут оказаться в могиле, разложиться и исчезнуть. Наши тела будут изъедены червями, как сказал Иов. Но также сила, которая воскресила Иисуса, воскресит и наши тела, Иова, 19 глава, 25 по 27 стих. Тогда так произойдет, мы получим полное спасение. 9 стих достигая наконец верую ваше спасение душ. Мы получим наше спасение в полной мере, когда встретимся с Христом. 1 Иоанна 3 2 «Возлюбленные мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. Мы еще не видим полного спасения, потому что мы до сих пор хороним наших любимых. Мы кладем их в тела в могилу и еще не видим окончательного нашего спасения, но мы можем видеть Его в нашем Духе, в нашей Библии, посреди собрания святых и понимать, что мы тело Христа и Его присутствие здесь. Мы живем в Духе Христа. Мы все пьем от одного и того же Духа Божьего. Мы участники полного откровения Христа. А когда мы увидим Его, наши тела будут прославлены и больше не будет ветхой греховной природы. И мы будем восклицать «Слава Богу в Вышних!» Семь слов, упомянутые в Откровении 7.12, говоря «Аминь», «Благословение и слава», «И премудрость и благодарение», «И честь и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». Благословение, слава, «Премудрость», «Благодарение», «Честь», «Сила», «Крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». Я не могу до конца постигнуть содержание этих слов, но когда мы будем на небесах, мы будем говорить эти слова, находясь в реальности Бога. Если такова живая надежда, тогда почему бы не укрепляться в ней, не возрастать в ней? Почему бы не приходить в церковь и не слышать Слово Божье, не пить от Духа Божьего, понимая, что у меня есть что-то, что мир не может дать и мир не может отнять? Почему бы мне не слышать Божьи слова и не питаться ими? Кто-то говорил о мегалотерее, есть такая мегалотерея, что из всех билетов, и если их соединить один с другим, они достигнут Луны. Нужно взять один, чтобы выиграть. я говорю об этом с иронией, хотя могу представить, что для некоторых из вас это очень серьезная вещь. Для чего же я надеюсь? Для чего я живу? Я знаю, что мы с вами люди, и у нас могут быть свои желания и надежды, но несбывающаяся надежда томит сердце. Многие люди разочарованы и ранены в своих сердцах из-за того, что их жизни прошли в несбыточной надежде. Давайте обучимся этому уроку и будем сильны в живой надежде. Я не знаю, что будет происходить в моей жизни, но у меня будет живая надежда. Я не знаю, как будет развиваться моя жизнь, но я знаю точно, что Бог, Бог моей жизни, и что у меня есть живая надежда. На этом я основываю свою жизнь, так я думаю, так живу, так я становлюсь поклоняющимся Богу. Все остальное обязательно найдет свое место. Библия говорит, «Блаженны жаждущие праведности, ибо они насытятся, блаженны нищие духом, ибо таково есть Царство Божие, блаженны кротки, ибо они наследуют землю». Библия говорит, что если мы наклоним к этому наше сердце, у нас будет радость неизреченная и преславная, полная славы. Мы можем терпеть скорбь некоторое время, но это сработает на нас в невероятной степени славы. Вот так. Такова наша проповедь на сегодня. Аминь. Слава Господу! Знаете, комета Галлея движется к земле. Галлей умер, но он говорит, «Я же говорил вам, что она явится». Мне нравится то, что сказал Галлей, «Но у меня есть то, что мы точно знаем. Оно совершится в свое время, и это наше». Зачем человеку быть глупым, чтобы гоняться за тем, что не сможет удержать? Я лучше буду приобретать то, что никогда не смогу потерять. У меня есть что-то, чего я не смогу потерять. И таков наш призыв и наша радость. помолитесь, пожалуйста, со мной. Скажите, «Да» Иисусу в вашем сердце. Кто-то может иметь неверное представление о молитве, что Бог для меня как официант с подносом, чтобы доставлять мне, что я хочу. Мы будем говорить обязательно о молитве. Это неверное толкование Писания, но на самом деле Писание являет нам то, что у нас есть. И насколько это здраво и твердо. Да. Вы сегодня здесь, и если в вашем сердце нет Иисуса, помолитесь этой молитвой Богу. Это молитва между вами и Богом. Скажите, «Господь Иисус, войди в мое сердце, Ты мой Спаситель. Ты пришел и умер за меня, и сейчас я верю в Тебя и принимаю Тебя в свое сердце». Если вы помолились этой молитвой, поднимите вашу руку, чтобы я увидел это. Кто-нибудь есть здесь этим утром? Отец, мы молимся за мир, в котором мы живем. В нем столько много раненых людей. Они бегают и ищут надежду, но она прямо здесь, рядом. Это Ты. Ты недалеко от каждого из нас. Ты благодатный и милостивый каждому из нас, и мы Твои дети. Веди нас быть внимательными ко всему, что Ты говоришь нам, и строить свою жизнь на этом. Пусть Твое слово меняет наши сердца, говорит с нами и ведет нас в Твоем Духе. Мы живем в духовном мире, не только в материальном. У нас есть духовная жизнь в материальном мире, с живым Богом, Которому поднимаются и от Которого спускаются ангелы. Он есть живой и воскресший Христос. Во имя Иисуса. Аминь.